Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить битву за кольцо в игре Властелин колец, битва за Средиземье 2. Ну что, дорогие друзья, продолжаем мы с вами бороться за гоблинов, против оставшихся трех убийц, и ситуация действительно хреновая. Слева нас прессуют эльфы, у них там действительно огромная армия, да еще и во главе у них халзер. Как слева прорваться, я понятия не имею. Тут еще справа, блин, этот Элорант, все время атакуют железные горы. Крылатая тварь сейчас собирается напасть на Эрибор. Людишки бесконечно нападают то на Изингард, то на Хельмаупати. Кошмар какой-то. Мы, конечно же, вступаем здесь в бой, но мы отобьемся, и они опять нападут. То есть это бесконечно будет. Я не знаю, как убираться за это жопой. Но нужно бороться, нельзя сдаваться, как говорится. Итак, против нас люди, у них во главе Арагорн и три отряда лучников. Через 15 минут у них прибудет Боромир и один отряд кавалерии. Ну а через 30 минут придет Теуден с каким-то там героем. У Мордора всего лишь крылатая тварь. Поехали. Мы уже в миллионный раз вступаем в бой в Хельмаупати. Ну а куда деваться, друзья? Если мы откажемся, выберем, к примеру, расчет итогов, ну мы проиграем и потеряем Хельмаупати. И это хреново будет. То есть для нас Хельмаупати, вот Эзенгард, это ну очень важные точки, в которых мы должны обороняться до последнего. Так, закрываем ворота. По очкам выберем, пожалуй, былый клич, пауки, пробуждение змея, Мародерство, Тьма, Баларх. Блин, а чего бы еще взять? Воскриненная земля и тучи мышцы. Я думаю, так будет лучше всего. И так, нам нужно как можно быстрее построить лучников, отбиться от крылатой твари. Там Арагорна и его жалкую армию я не боюсь. А вот крылатая тварь это очень и очень сложно. Причем надо как можно быстрее их снести. Хотя... Скорее всего они успеют построить крепость, потому что мне, ну очень долго придется строить армию. О, людишки появились. Рабочие. То есть люди у нас слева, справа Мордорс, что ли? Обычно люди были справа, кстати, всегда. Так, улучшаем сокровищницу и... Товарищи, давай сразу бегем на дисклею. Туннель. Мы заказываем два отрода лучников. Получая гнездо где-нибудь. Вот здесь давайте построим. Не нужны... Да не, наверное не будем изучать огненные стрелы и без огненных стрел должны мы отбиться. Вот противники. Стальное оружие. Мы расширили сокровищницу. Денег маловато. Ну ладно, пофиг. Сразу давайте изучим стальное оружие. Появляется первый отряд лучников. Сразу на стену пускай они становятся. Давай, крылатая тварь, иди вперед в атаку. Прошел, не нужно отбиться. Потому что с садиками... Вот мы пойдем вперед, нас встретят крылатой тварь и... Ну, просто-напросто всех переберут. Так скажите, хранят. Что это было? Это очень хреново. Вы что мне не слушаете? Со стен бегом. Остальные мячи готовы. Остальные мячи готовы. Это так хорошо. Знамена. Я думаю, не помешает изучить. Я понимаю, многие из вас уже, как говорится, задолбались. Задолбались смотреть эту битву за гоблинов. Но, поверьте, мне играть, тем более, задолбался. Просто, по-моему, самая тяжелая битва за всю мою историю. Тяжело она в том, что... Ну, вот, не сохраняются войска. И приходится заново драться. Вот, она хельма упадет в Азингарде. И до какого времени будет? Тебе можно построить тоннель, а? Можешь. Хорошие вещи. Хозяин, только не бейте. Сейчас секу отвечай, если не построишь. Хозяин, а не бейте. Молодец. Так, улучшаем паучье гнездо. Так, ну, пожалуй, еще один отряд закажем мучеников. Лишним не будет. Ладно, пора за работу. Где бы нам тоннель построить еще? Ну, тут можно. Так скажете, хозяин. Ну, как и сказалось, право Мордор. Ну, в принципе, что? Нажимаем со способностей, а потом пойдем снесем. Кстати, можем построить где-нибудь за пределами башню. Посадить туда лучников. И тогда с легкостью мы уничтожим крылоту. Давайте действительно построим эту прохерную башню. Вот сейчас, как на зло, наверное, я пойду строить башню. Они пойдут в атаку. Это нехитрожопый. Тут бездельник, я думаю, что... 40. Ну, давай. Так скажете, хозяин. Тише. Что, наверное, приступим к строительству получих всадников. Лучше-то, вперед, сразу. Вот тут не надо в атаку сейчас. Они идут. Они идут в атаку. Скорее всего, с ними крылоты творят. Готово. Можно отдохнуть. Так, раздавайте, еще есть денег место построить тоннель. Вот, 23 строить. Не толпите. Быти на готовить. Другие, это коварина, ашмагерь. Поверяется, как садится, заказано еще, по-моему. Что вы творите? Стреляйте, алло. С башней. Сразу. Мы починим все, что прикажет. И где-нибудь тут здесь наглое построить тоннель. Хозяй. Эй, паучи всадники, не толпите. Поки ждут. Что два отряда уже имеются. Пускай сразу, наверное, они вот сюда. У способностей сейчас как раз будет доступно. Ну, приступим. Начнем. Таковать нашел противника. Ну, блин, где крылатая тварь? Я хочу, чтобы... Разноси. Она под башню прям попалась. Хозяина ведь ей. Ломай. Эй, паучи всадники, не толпите. Ну, вот сейчас, скорее всего, они обратят внимание, они сломали в буйню. Да-да-да, вон-вон-вон. Ну, они, не тихо, все, я хожу, челяю. А, уже близко. Собака разорвалась. Ай, ты сука, они меня не слушаются, они испугались ли. Один отряд сбежать в смол. Готовь? Давайте второй быстрее вы отступай. Вперед! Мы починим все, что прикажет. Верните родник. Так, где-нибудь плена, я чуть ничего не строю. Да убейте, был бы его. Этого мудака летающего. Обстрел на тоннель. Это что за новая тактика такая? Я что-то упустил, видимо, в этой игре. Что вы там? Вот, а думайся, ты дурак, что ли, совсем? Убейте его. О, приступим. Готовы хозяйки. Что это было? Что-то грёбанно мешают все убрать их. Вот теперь нам никто не мешает, можно атаковать. Тьма. Утихает. Где у вас основные постройки? Покажите. А, вот у меня крепость, падла, запостроили. Ну, ничего, ничего. Да, на него уничтожили. Блин, нихрена не вижу, не вижу этот смысл. Так, сейчас... А, видимо, атаку пошли. А думаю, они придут на помощь к Нордору. Ладно, сносим крепость. Ай, своих же ждём. Всё, рабочий здоровый. Такие дела. Всё, получается, Мордор отыгрался. Блин, пауки не строятся, денег до спереннета. Сука, давайте пещеру построим. Великанов. Если успел, пусть построить великанов. А вот они, второй рабочий. Ну всё, они отыгрались. Теперь люди. Отлично, в атаку. Сразу пройдуем, идём в атаку. Люди клевом построили крепость уже. Ну, там ещё Рагорн падал. Вот Рагорн. Сложный. Какая-то по финансовым подъёмом. Сломаем парочку ферм. А снести... Ну, хрена себе, у вас льдопыты с согнанными стрелами. Какие вы мажоры, я смотрю. Обстрел, не, не, не получится. Один же Рагорн. А вон Рагорн с собакой. Так, ну ещё скоро будет Балар. В принципе, он нам поможет. Так, ладно, пещеру, что построили? Построили. Начать улучшаем. Тут мы не снесём паука. Более много их. Вот у тебя вот стрельничном казарме мы снесём, но крепости не хватит. Паука. Сулки побитые такие. Не, ну в принципе, что тянуть, приступим, попробуем. Попробуем снести крепче. Скайпулки нам сразу сюда в атаку идут. Чтобы, блин, не приходится их, кстати, страны, брать. А, Тамара, Глорн, падла. Пока Балар ждёшься лет 10 пройдёт. Давайте уже приступим. Пещера очень долго улучшается. Мы не дождёмся так великанов. Рабочих строят. Не толпитесь. Для кого-нибудь там построили. А, этого что ли, фармер. Фармер. Фармер, да. Селили лапами. Вот где их логово. Маски. А, остановите гублин. Гребаный рабочий, стоять. Заколебал строить Победа, ну это понятно Хельмалпадди, Изингард Минастерит Вот эти вот три величайшие крепости Ну нереально Проиграть на этих картах Ну просто нереально, я не знаю, кем нужно быть Проиграть на этих картах Итак Железные горы Против Элоранда Уже в какой раз мы там вступаем в бой Он меня достал, вот честно Там, вот на этой карте Тяжко бои даются, но он достал уже Я Устал с ним воевать уже Просто сколько Я вот так с ним буду воевать Сколько можно Он достал просто Они, понимаете, они строят армию Я нихрена не строю, у меня нету армии Поэтому у меня каждый бой Можно сказать, с чистого листа начинается Строим башню И... Тоннель Улучшаем пока что казарму По способностям Все так же берем Изменения у нас не будет Псадники по цифру 1 Нужно сейчас нам Как можно быстрее посадить лучников в башню Потому что Элоранда Бадла Он тяжелый Очень крепкий Элоранда Самый опасный у эльфов Это на данный момент Элоранда Его нужно уничтожить Как можно быстрее Мы расширили логово Отлично Строятся лучники у нас Допустим, вот многие пишут, мол Построй крепость там с первых минут Поверьте, это хреновая идея Крепость дорогая, тратится 5000 И от нее толку Ну, практически нету То есть я не люблю по такой схеме играть Крепость сначала там строить Не, вообще не варик Бой, даже если я выиграю через такую схему Бой будет намного дольше Чем вот Без крепости вначале Блиногненный стрел нужен Сокровищницу Но у нас денег нету Чтобы улучшить Готово Можно отдохнуть? Нет, отдохотим Нет, отдохотим Работать еще раз Скажите хозяин Сразу заказываю еще два-три отлучников Похоже, стрелки готовы Армия не может быть Готови Да как-то не может больше Растухи мне сказки рассказываешь Строй давай О, Михаил Потапыч Вот построил Ока, следи за нами И приступся Ну вот, уже, видите, денег нету Кошмар Ну что было, если на крепость построил бы Вообще полный зон Пока что обороняется Отбиваемся от Элоронга Потом контр-атака пауками Ну как мы уже играли Можно отдохнуть Как мы и делаем Без изменений Все так же место Самый эффективный И быстрый способ Так, паучье гнездо Кстати, пора бы построить У нас все рабочие заняты Вот, давайте, давайте Строим паучье гнездо Противник что-то там Немножечко заснул Видимо, пока что С нейтралами расправляется Потому что на центре тут С этой стороны пауки находятся Вот он на них качал А вот он и противник Кто там Сука, вот надо замораживать Что они идут тут через этот О, хрен вообще Через самый дальний они идут Приходится, конечно, и тут башню возводить И туда, как минимум, надо посадить Как минимум Хорошо, что отнимет Хорошо, что отнимет Можно приручать паук Так Псадники Настроиться Отлично Улучшаем получение Псадники Это всадники Сука Сука О, да пошел ты в жопу Иди ты нахрен Сука Специально под башню Убить это Убить это Убить это Убить это Куда? Шили лапами Туда? Шили лапами Все готовы Живее вас Семеногие На дочочке Субь и дочке Несет Несет Не сглать Засплую Проэт Убришь так садится сокровищница блин денег нет на сокровищницу все плохо вот отбились туда собрался старый напал значит выделался все хрен вам просрали вы свою всю армию вот мы их и грамотно встретили как-то я не ожидал что с этой стороне всей своей армии тут нет особо тоннель строить воскресного тут нагрузить поставил тут насколько я помню травы тут опасно строить а пауки не справится с нейтралами если ничего не путаю то есть я не хочу рисковать можно конечно ну кидать я не далеко попробую стрелять но мы сами знаем какие у них луки говеные и мне до сих пор комментариях некоторые люди пытаются доказать что у них такие шикарные и хорошие их стоит использовать меня он просто вымораживает с этими инвалидами мы забрались хотя может быть сейчас вот этими отрядами попробуем снести пока что по финансам подъема крепость возводится или уже развилий ага это да эй пауки всадники готовься да вот это будет да это будет жирея берем ломай гребаный лимфийский всадник и все в принципе мы снесли что о брата Это все легко так смотрится, но смотреть на общую ситуацию на карте это полная жопа. Я вообще не знаю, как выбираться из этой жопы. Конец фазы. Так, у нас, кстати, армия начали строиться, это хорошо. Вот это плюс. Вот это действительно плюс, что у нас неужели строительство армии пошло везде причем. Так, тут сокровищники построили пищи, шикарно. Дрогат еще раз нападает на Ривенделл. Эти два дуака нападают на Минхириот, но мы уже нападали в предыдущей серии, и ничего хорошего из этого не вышло. Но я надеюсь, надеюсь, что этот мудак со своей армией сейчас куда-то уйдет. И мы ворвемся на эту территорию и захватим. По-любому сейчас нападут либо на Ривенделл, либо на Хельмова пати, это прям гадалки не ходи. Скорее всего еще и Эрибор. И опять воевать там, я уже задолбался на этих территориях. Конец фазы. Атака отбита. А, этот мудин сам решил попробовать. Ну, конечно, Хельмова пати. Да ладно. Железные горы, там жопа. Как там отбиваться, вообще не знаю. Ну, Хельмова пати-то вообще, хоть они там... С армадой, хоть они там всю армию взяли, все равно не выиграют в Хельмова пати. Потому что они тупые. Они не могут штурмовать нормально крепость. Поэтому в Хильмопаде в любом случае я выиграю. Так, в предыдущей серии ошибка я допустил. В Ривенделле нажал я счет итогов. Это ошибка была. Но кто знал? Я считал, что Дрогу сможет победить. Крепость. Я вообще не понимаю, как можно не победить. Спокойно этот Ривенделл, блин. Там у них ничего нет. Ни единого юнита. Там можно было спокойно с первых минут Дрогу там пойти в атаку и снести. Все. Так почему он проиграл, хрен поймешь. Вот сейчас мы под управлением Дрогу покажем, как нужно спокойно захватывать крепость. Так, ну, к началу, конечно, не прохладь, можно убивать. О-ка, следит за нами. Крепость разведем, почему бы и нет. В данной ситуации можно крепость развести. Хотя. Ладно, будем построить. У Дрога-то шестой уровень, практически седьмой, но следующая способность откроется только на десятом. Нитралы пошли в жопу, короче. Надо сносить ее. Все готово. Что-нибудь построить? Наглуб, побежим вперед. Постановим здесь казарм. Строим здание, да? Здорово, рабочий. А где второй? Дрога-то, скажи мне, пожалуйста, как ты здесь просрал? Ревиндоу, как? Мне вот просто в голове не укладывается, как можно изобретать? В данной ситуации. Это что, он на месте стоял, трога-то? В атаку не шел. Я так вот предполагаю. Он стоял на месте, в атаку решил не идти. И... Когда противник разожрался, забрал армию, пошел и снес. Все. Вот и вся история. Плавим он тут построен. Кстати, скорее всего, слева где-то казарма построена. Я прям жопу чую. В атаку. В атаку. А, в атаку команды нет. Блин, надо было сначала к азармусности, потому что он сейчас армию построит, пойдет в атаку. И снесут эту казарму. Я хочу успеть хотя бы лучников посадить в башню. Не, губа вас треснет. Плавильный. Седьмой уровень. Отлично. Готовы хозяйку. Мы починим все, что приказывает. Что там? Мы расширили логово. Просите, что команды нет. А, ресурсов нет. Я думаю, что лучше как-то мы можем построить. Так, седьмой уровень получает дроги. Хорошо, конечно же. Вот казарма найти срочно. А, он уже построил отряд копейщиков. Вот построил. Ой, хорошо, ты когда? Да? Отряд просрать. Где казарму? Опа, лучше. Добрый вечер. Да, какой смысл вам стрелять? Парканы, ребятки. Риминдал будет моим. Готовь инструменты. Блях, ну-ка денег нет. Тут нельзя строить. Что вам тебя атакуют? Враги! А, еще ремонт подручников или еще? Не, нужны юниты все-таки. Надо было крепость не строить. Похоже, стрелки готовы. Потому что один дрогат будет, ну, долго сносить противника. Ну, конюшень строит. Да, да. Враг уже близкелую. Во, 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 лучше, откуда вы берете? Сейчас это просто не дрогатый, я по... Тогда был, ты понял, почему тут просрал. Что, еще одну казарму что-то построили? Похоже, стрелки готовы. Да не видно что-то. Мурак рядом. Так, ладно, давайте гоблинов обычно. Мне нужны какие-то юниты. О, не, братан, класс собрался. Я понял, ты казарму хочешь построить, да? Не, не сегодня. Ну, а потом пока. Все готово, э? Бля, с кавалерой появляется. Ой, не гоблины! Давай, в атаку. Сюда! Тихо! Куда? Куда мы собрались? Не надо. Ловили? Огротик плавильный. Чего-то богатый через чёт. Хотя, когда в крепости у них там денег действительно. Порядка много. Особенно, к примеру, там в Хильмопаде, там в Миннестерии, в Ревенделе там не так уж много. Как хотелось бы. Так, ладно, пошли вперёд. Так, ладно, пошли вперёд. Ручки выдернули. Ручки выдернули. Ну, вы же добрыны! Не спать, забежать! Пошёл! Мы нашли, звуки! Шевелись! Хотя, если бы у них была в казарме, они бы сейчас штамповали его. Ничего! Ломай! 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 Моины-гобрины! Куда бежать? Ручки выдерними! Строй! А что? Пораженные лагерии! Ну! Капуши! Слушай! Опа, ещё одна рабочка есть. Ну что? Не проверай. снова качестве удивляюсь как можно просто несмотря на то что на беру так чё там у нас дальше схема упадешь достали сколько буду не воевать вечно что вот этот интересный и хрена узнает смогу ли это не наверно смогу потому что тут халдер три отряд кавалерии они быстро снесут крепость копейщики один ряд лучников дунланд минус то в том что до креп с одной стороны плюс крепость дает хорошо с другой денег их не вообще ни хрена нет как драться король гоблинов вообще ни к чему валентин еще тут ничего сделать он не сможет против этой армии причем этот мудак даже если мы победим хотя вероятность мало что на этой карте мы сейчас выиграем даже если мы победим у него армия там в тылу стоит готовый он сразу пойдет так скажите хоть и не от конца креплениями еще раз нападет попробовать так способность все-таки распределим 2 отобьемся нам потом дадим им прикурить мы отобьемся через 15 минут шелок придет попробовать башни может быть построить посадить лучников главное отбиться как тот самый сложно отбиться первой атаке действительно войска улучшены они будут сосить крепости очень быстро мы хотели все что прикажут пока их нет можно пойти нейтралов убивать они строятся где-то тут сейчас сразу вот так пойдет чтобы обосрались это голова хорошо но здесь 1000 у меня нет чтобы построить вот построил логово построек сейчас будет написано враг близко я их уже вижу сука так халдер мудак старый как я и предполагал звезды стрелы упал что правильный зал за башню снесли рабочих . Ставимся. Не, 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 он должен доедеть. Он должен не доедеть. Блин, дебил, он даже заехать не может. Просто ездец. Бей его. вот сейчас момент отбились сворим пополам теперь в принципе шанс есть если бы не обиделся как же ты быстро отдыхаешься посраться нужно поэтому не будет у короля гоблин вафли так мишей конца нападение пока что мы будем строить тут я строить да можно где-то сейчас секу отвечаю застройки можно здесь не трал должен быть а еще и трассе при на там у них идут крепость унесение урон находящимся рядом в принципе подойдет потом копеечки за мной погнались они тоннель не ломают а 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 блин или башни что ли построить это жопа работе нет конца а а а давайте все-таки башни построим и тут в проходе так скажите хозяин и нужно посадить туда лучников тут на что дикари парочку закажем отряда выполняйте приказ кстати сейчас 8 вы получите с него 10 он получил там эти ящеры открываются эти шипы нехерена не помогают власть тьмы наступает обстрел шелок через 8 минут придет на помощь нам от этой дуры все равно толку верните особо у них что там идет луч в атаку блин рабочего построить они бегают ломают ресурсы на строителя напали нехрен строительный трех в а в в а в в а а а у а а а а а а вот так есть способности можно попробовать хотя бы ударить может не снесем но ударить может нейтралов по дороге заберем конкретный лебошки построить пошли пошли логово готово хозяина виднеет разрушим все сад надо ломать казалось на крючок крепость они уже по-любому построили и снести будет непросто ну не просто готова к деньгам сахар временем довольно много так скажите хозяин сюда что приказывал вам власть а для башни что инструменты слушайте и готовы погнали вот тихо под ним как-то просто бля фэйл четкий такой был а ну какого хрена ты сжёг этого дебила он дебил я понимаю ну нахрен ты его сжёг бля а деньги есть сейчас решать это дебилы бля такой фэйл был просто взорил сожгли нахрен плохое место свой же изжёг так ладно тоннель 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 готовы там холдер у них вернулись кстати враги враги наступают нет ну пожалуйста вот попытка попасть но они все восстанавливают сейчас восстановится холдер вернулся у них 4 минуты до подкрепления все придет получи гнездо получи гнездо нам нужно стальное оружие ой блин это жопа конечно выиграть то выиграем мы тут я уже это вижу но время на этот бой много ушло и самое что обидное ну вот мы их снесем да мыло и уничтожили но у него как говорится на минхири эти стоит еще одна армия он вернется возьмет и опять нападешь просто гребан этот круговорот мне уже достал так строим саги причем они будут с этим кататься с королем горбинах но там лидерство как раз кстати восстановление дешевое ну в принципе он говно усатое вот цена сходствует с его качеством вот и нет конца вот герой их идет в атаку сейчас бы вовремя король гоблина вышел как раз и паучи всадники не толпитесь меня не убить о у нас баллы в таком в принципе все доброе не напасть не напасть не верье не верье не верье не верье не верье а он ее и сломать не сможет готово можно отдохнуть так сокровищница улучшается сейчас и пойдем в атаку да у нее есть лидерство без стального оружия чашка ну ничего страшно так там сверху смотрим падает дайте мне они атакуют не включаем остальное оружие шеллф шеллф я думаю успеть прийти хотя мы сейчас быстрее снесем да суки гребаный светлась власть мы не ни хрена себе просто взяли 25 использовали на крепость стрелок и у ну я думаю все видны что сейчас в доме на блядь ни хрена неспособностями гуляют мудень ты легалоса всяких ему щеку прям на сука так покреп неплохо так снял стать полу жизни дыхание грёбаный этот музей где-то дура рак застрял что ставить стоит тут плачь и троги меня давление такого не видел что год противостоял использовал 25 ну и сам свидетель и провести столь уводнение за 25 в охренеть полу-рызнекрепости ворот был внезапно 25-ку использую такие садики подлетают добивает крепость вообще четко чё неплохо неплохо очень даже неплохо так ладно тут мы отбились это уйду не просто смотрите у них армия стоит на на иные 2 эти потом на минхире потом в этом коль нах и малом это ведь ширпом удаш на шире стоит и тут везде разбросаны счет по чуть-чуть них армия просто жесткая это чему да как там драться в итоге мы с места не сдвинулись что я и сказал то есть я не знаю как быть да мне тут дальше вот из серии в серию вот этот бесконечный бои идут на одних и тех же территориях будем бороться будем стараться а пока на сегодня все как говорится надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии на всем удачи всем пока